Здравствуйте! Рассвело сегодня поздно, потому что облачно, и время от времени накрапывает дождь, а падают желтые листья. Да, погодка не самая приятная, и, честно говоря, даже хорошо, что ребятам сегодня предстоит уезжать в Москву в последний день сентября. Отпросились на понедельник из школы, но Роське туда завтра идти, вероятно, еще уроки надо доделывать. Эх, как же он будет скучать по деревне. Провел он тут немного времени на этот раз, но зато сколько всего успел. Как он все это строил, я сейчас покажу. Ну, чем увенчалось, естественно, тоже. Дело в мастерской, вбежал, позвал Новый Миросян, позвал посмотреть. На что ты меня позвал любоваться? Помнишь, я сейчас делаю лестницу, она освоилась. Ну-ка. Вот смотри, ходи, закрываешь, вот здесь наоборот открываешь, там видна лестница. Сейчас будет, сейчас точно интересно будет. Ну-ка, ну-ка. Я просто сейчас, я сейчас... Модифицированный танк. Так, там киска вылезает. А почему у тебя башня ходуном ходит? Наверное, снаряд очень сильный. Нет, слушай, ну ты видел, как у меня уши зажались? Надо вот эту прорезь побольше делать. Легко и непринужденно, да? Ну что ж, первое испытание прошло успешно. Давай заново прорезем. А надо? Ну попробуй. Ну а как она будет туда сама влезать? Может быть вообще стоит это убрать? Все, плутя растворилась под кроватью. Сейчас достану. Не надо. Нет, она вот так прибежит. По-моему, она не скоро прибежит. А, скоро. Сейчас покажу. Посмотри. Плутя заряжается. Вот так заходит. Если кто-то случайно ее закрывает. Случайно закрывает, да? На этот акцент. Кто-то ее закрывает, например? Ну у нее просто не остается другое выхода, как через люк. Бабах. Ну, хорошо расширил. Поздравляю. Великолепно. Ладно, сверху. Служу Советскому Союзу. Слава Союзу. Ну и само собой. Ладно, я пошла в мастерскую. Я думал, вот так вот мотой поставить. Ну, а почему бы нет? Ведь вот это отверстие никак не задействовано. Ох, все в руках у мастера горит. Точнее, лепится на скотч. Только не забудьте, батенька, потом здесь слегка прибраться. Уж дело к вечеру. И скоро спать пора. Смотри, как спереди. Эффектно. Нет, ну вторая модель, конечно, и попрочнее, и пообъемнее, и, так сказать, более функциональная. Да. Часть танка пришлось... И, видимо... Слушай, я это в печку отправлю, да? Это тебе больше не нужно? Да. Ну, отлично. Ну, чем дальше, тем круче. Ай, ушами еще похлопать немножко. Ладно, продолжай. А у меня там свои варианты. Ну, уж не знаю, будет ли Плути забираться в этот танк, но испытание состоялось. Получила боевое крещение. Бонифаций туда бы точно не поместился. А пушка, несмотря на плохую погоду, отправилась на улицу гулять, мышей ловить. Надо бы уйти проведать, на месте ли ежик. И отправляться к ребятам в скворечник, потому что скоро их отъест. Девочка-то что-то не видать. Или закопался под хвою, или утопал кормиться. А на другом берегу ручья за унытный тявкает радик. Да. Звуки под настроение. Все влажные, кругом капли. Ай, развалило ветром октябринки. Тебринки, вот эти вот громадные, похожие на ромашки. А около скворечника все уже в убрано. И складные стулья из-под навеса. И мотор вчера, ребята, сняли. Все, закрытие сезона. Ай, стартанет сегодня отсюда черная машинка. И неизвестно, когда мы увидимся. Уж не знаю, приедут на Новый год или нет. Мы по-любому будем общаться. И по видео, и по телефону. Всяком случае. Расставаться это не впервой. А встреча так или иначе состоится. Я находила у своих ребят скворечники. Уши и плоти успели нагуляться. И готова принять бонефацию, полагаю. Да уж, погодка сегодня не самая лучшая. Пушистик, ты идешь? Придется, видно, печку протопить. Так, а что это там ребенок задержался? О! Ну вот, не успела выйти, как мышь. Успела сапать. Вот когда у нее добыча в зубах, она рычать начинает, ну, словно тигры лютые. Однако, темп работы. Нет, делиться не собирается. Ну что ж, попытайся, ася. Может, и тебе повезет. Хоть, вот в доме тебе машина мало, да? На летучих решила переключиться. Ну, спускайся. Ты тут же слизала и не раз. Ну-ну-ну. Давай-давай. Вот, молодец. Ну, а теперь сюда. Давай-давай. Где-то только уже не побывала, а? Ручка пошел переодеваться в городскую одежду. Не видит, что ты здесь вытворяешь. Иначе еще больше бы зауважал. Все, смелее. Ну, вот. Да-да, это ручки на камушке. Тролли мы вчера находили на дороге. У каждого своя кучка образовалась. Но эти он мне на хранение оставил. Ладно, есть куда сложить. Нет, Карри, не надо осуждать. Ребенок лазит повсюду. Что хочет, то и делает. Да-да-да. Ну, мы завтра, если будет нормальная погода, в лес прогуляемся. Ну, а сегодня, как обычно. Ой, проводы. С этим какое-то время не совсем приятное состояние после этого. Некий осадок, расставание. Ну, а после все нормализуется. Кнопка уже успела побегать с Виськой. И наверняка перемажет Роське все штаны, когда он будет садиться в машину перед тем, как захлопнется дверь. Что поделаешь? Так всегда бывает. Ну, что? С собой не отдам. Ой. Мне сейчас надо ее домой будет стащить, потому что, не дай бог, она под машину опять заберется. Так, Артем и Ник уже пришли. Эти горестные проводы. Сумки в багажник. Давай к старшим под бочок. Пуш-тоц. Кошкой другой развлекается. А то Роське уж на глаза слезы начали наворачиваться, когда он ее обнимал. И вообще кое-кого есть дурная привычка под машину забираться, особенно когда она заводится. Нет уж, нет уж. Ой, и Радик за окном валяется, бедолага. Ай, такая погода. Ну, будем надеяться, что ребята плохую везут, а у нас снова солнышко засияет. Ну, это явно и сегодня. Ладно. Пойду провожать. Угу. А ты дома оставайся. Нечего за мной скакать. Ну, вот и все. Сейчас уедет лето. А ведь действительно. Наступает октябрь, а сентябрь оказался летним месяцем. И вот второе закрытие сезона. Распрощались, расцеловались, некая Артем продрогшая. На неприятном ветерке отправились во своясь. И мне уже пора в избушку. Ой, найду чем заняться. Лишь бы ребята позвонить, когда доедут не успели. Ну, дала поручение Росяну. Ни единой скупой мужской слезы не проронил. Такой впервые. Ну, как же, парню восемь лет. Ладно, до новых встреч. Увидимся нескоро. Ну, это дождь пошел. Ах, слезинки с неба. Что ж, допустим, что это все-таки слезы не горе расставания, а счастья будущей встречи. Ни гвоздя, ни жаза, как обычно. После отъезда ребят вернулась было в мастерскую продолжить долбежку киенкой стамеской. Но затем вспомнила, что пора уже и ролик монтировать. Вернулась в избушку и разомлела. Насколько же там уютное тепло. Не то, что сейчас на улице. Накрапывает дождь, плюс девять. И хоть появляются какие-то полосы относительно светлого неба, вероятно, здесь еще не скоро потеплеет. Но нет. Вот эта вот работа подождет, тем более, что она оказалась весьма сомнительной. От наростов, которые, собственно, хотела обыграть, и следа не осталось, все отвалилось. Уж и не знаю, что тут выйдет. Есть, конечно, кое-какие задумки. Вероятно, многие поймут, о чем я говорю. Но сейчас меня ждет другая задача. Мне же еще надо шлифовать ольховое блюдо, которое мы сейчас с Машкой в бочке замочили. Эх, уехал ассистент. И кто теперь меня здесь поснимает? А потому затоплю-ка я печечку. Сяду около нее, возьму в руки шкурочку и попытаюсь до ума довезти свое изделие. Уже предпоследняя вещь. Так, слушай, хватит мерзнуть на коврике. Пойдем домой, а? Пойдем, пойдем. Нечего. Сейчас печку затопим. Уютненько устроимся и начнем шлифовать. Надеюсь, что-нибудь сегодня и получится. Ну, а на улице в такую погоду, хоть и красиво, но действительно достаточно промозло и прохладно. И, честно говоря, я даже рада, что ребята сегодня уехали. Если бы Рожка простудился, пропустил бы школу и наверняка не смог бы похвастаться хорошими оценками, как в последнее время. Но все-таки подобное луне сквозь тучи солнышко проглядывает. Неужели действительно ребята плохую погоду увезли? Хотелось бы надеяться. Однако сейчас я все-таки предпочту остаться дома. Вот, выкатила свой перстачок, покрыла тканью, чтобы помягче ложилась моя работа, притащила шкурку. Дело недолгое. Осталось шлифовочку завершить. Да, отопырившись вчера древесинка, показывает те места, где надо хорошенько все проработать. И я готова за это взяться. Хотя в комнате достаточно темновато. Куда светлее в мастерской. Но скоро опадут листья, и у меня здесь будут все условия для работы. Однако пока пылить в комнате особо не хочется. Но сегодня шкурка, а не гравер. А мне ведь скоро предстоит готовить свой зимний чай, зимнеосенний. Да, придется потратить на это дело весь вечер. Насушила я предостаточно трав. Осталось только монарду собрать, дайву, японскую. Несколько плодов у меня вызрало, тоже надо будет просушить. И можно будет заняться приготовлением зимнего чая. Он и поспать подольше возможность дает, сон крепкий навевая, и организм укрепляет. Но это все еще предстоит. Ну, а что до моих зверюшек, то они свое здоровье укрепляют также здоровым сном. Но уже начинают пробуждаться. Видимо, собираются навстречу новым приключениям, на охоту. ну, что за плоти, которая пробегала все утро и была водворена в избушку только лишь из риска того, чтобы машинка ей не повредила, то она размурлыкалась на моей мягкой шкурке на кресле и продолжает посапывать. Спи, я на твое место не претендую, пора печку затопить, да за работу браться. Не знаю, сколько я сегодня сумею сделать, но хотелось бы преуспеть. Как же приятно в избушке около печки разгоревшейся работать. Но, увы, солнышко так и не собирается проглядывать. И того освещения, которое сейчас у меня здесь в комнате, совершенно недостаточно. Ну, вот при помощи всевозможных приспособлений вручную провела снаружи и начала уже внутри обработку, последнюю шлифовку. Но нужно убрать все неровности. А этого при подобном освещении просто нереально сделать. Нет, я могла бы включить лампу, но, увы, это ничего не даст. Свет, падающий сверху, не позволяет увидеть блики, которые какие-то неровности отражают. А потому придется потеплее одеваться и на улицу отправляться. Но действительно в измушке темноватые. Как красиво огонек отсвечивает в окне, похожее на сердечко. Это действительно сердце на липе лыхающее. Таких чудес только в деревне не увидишь. плоти сегодня один раз попыталась в Роскин танк залезть. Ну, очень быстро оттуда выскочила. А сейчас переместилась на другое местечко рядом с Боней и продолжает спать. Но мне спать некогда. Работать надо. А потому еще немножко посидев в избушке отправлюсь на улицу потеплее одевшись. Потому что работу надо завершать. Как бы не хотелось сегодня все успеть длинным маслицем покрыть. Ну, не знаю, не знаю, сколько я там продержусь. Хлорье. А ребята уже успели доехать до Москвы. Машка позвонила, стоя в пробке на окружной. Ну, как всегда, таинственное место. Даром, что понедельник. И совсем скоро они уже окажутся дома. Рада. Рада за то, что приехали. И потому что вернулись домой, я обычно жутко беспокоюсь, когда ребята отъезжают. Ну, все состоялось благополучно. А завтра обещают солнечный день. Ну, уж как-то и не верится, глядя за окном. Хотя посмотрим. Но сейчас предстоит отправляться на улицу. и присев на кролечко в белом свете дня, пока еще не смеркается, заканчиваю работу со шлифовкой. Ну, вот, переместилась на кролечко. Как же я привыкла за лето здесь работать. Вот это покрывало после того, как Роська совершила генеральную уборку с пылесосом. Я даже не снимаю. Нет, но это уж когда совсем холодерга наступит. Я отсюда переберусь в дом. Ну, а сейчас вот так вот на кролечке присев и посмотрев сразу видно сколько еще косяков. Вот здесь, вот здесь, ну, еще бы такие впадины, загогулины. Ну, снаружи-то вроде как все более-менее, но мне нужна идеальная гладкость. Нет, когда начинаю что-то делать из дерева, то шлифовать надо до того момента, пока не начнешь понимать, что изделие не хочется выпускать из рук. Его хочется как можно дольше держать, гладить, ощущать его приятную поверхность, но когда вот такие вот шероховатости нет, разумеется, все надо переделывать, точнее, доделывать. и вот сейчас уютненько устроившись на крылечке, можно продолжать до того момента, пока совершенно не озябну. Впрочем, печка еще горит, буду периодически забегать, проверять, отогреваться и продолжать процесс, который я все-таки уверена сегодня завершить. Ну и ничего закатывать, хоть очень бы хотелось. Однако, печку я давно уже закрыла, ой, выбегая на крыльцо и продолжая все доделывать, действительно задубело. Вот сейчас шкурку убрать от росы, ой, скорее, скорее. Тем более, что начинает темнеть, по-любому тут ничего не видно, но я, по-моему, сделала все, что хотела. И вот сейчас оставить на горячую печку льняное масло и уже при свете ламп насладиться тем, что у меня вышло. Надеюсь, я все сумела сделать, как хотела. Однако, это выяснится в ближайшее время. Ну и сейчас пора отсюда убегать. Ноги замерзли. Ну, действительно, холодырга. Ну вот, наконец-то я дома. Как же здесь приятно и тепло. Ну, первое, что пришлось сделать, это включить свет по той причине, что за окнами уже наступают сумерки. Шесть часов. Эх, когда-то темнело. Куда как позже. Ну, вот сейчас за окном посмотреть, такое ощущение, что еще солнечные лучи играют. Но нет, это всего лишь желтые листья. И только что Радик ускакал из-под лип к себе домой. Поняв, что сегодня мы уже никуда не отправимся. Посмотрим, что будет завтра. И пушка пробудилась, и Бонифац из-за шнырял. Ну, а я собираюсь закончить начатое. Покрыть свое блюдо льняным маслом и надеюсь, что у меня все хорошо выйдет. Что до плути, то она шныряет на улице. Еще немного, еще чуть-чуть придется звать ее домой. Ну, что поделаешь. Пора уж спать, скоро ложиться. Хотя, какой там скорый. Нет, время детское, ей-богу. Но сумерки за окном действительно располагают тому, чтобы уже отправиться отдыхать. Но прежде много дел еще предстоит совершить. И я намерен этим заняться. А именно тем самым, чего так долго предвкушало. Все, подогрело с льняным маслом и можно приступать. кошки благоразумно отправились на прогулку. И Бонифаций и Плути одновременно решили выскочить на улицу, чтобы насладиться вечерней охотой. Но у меня своя охота за красками, сановыми впечатлениями и ощущениями. действительно, когда вот подобным занимаешься, это можно не просто обонять, потому что масло достаточно интересно пахнет. Пусть такую достаточно разогреешь с съерцанием красок, со впечатлениями. Ну, это такая погоня за ощущениями, причем достаточно приятными. а кроме того, это очень здорово отвлекает того, что происходит. Ну, действительно, сегодня бы, казалось, рассталась с ребятами достаточно долгий срок, с Розькой. Ну, действительно, я им горжусь. Раньше он все время с рюм уезжал. До этого, последний раз, когда он уже после летнего отдыха отправлялся в школу, как-то вот так вот спокойненько все стоялось, а в этот раз действительно парень-то взрослел. Ой, не знаю, не знаю. Вот все время, если ты хочешь от неприятных вариаций каких-то отвлечься, надо найти себе занятие. Ну, на еж для рук уже хорошо. А если еще можно при помощи аудиокниги таким-то образом голову забить и постараться абстрагироваться от того, что происходит на самом деле, так это вообще здорово. Ну, мне сегодня аудиокнига как всегда помогла. Да, благодаря Нике отсела я на это слушательное мечтиво и очень ей признательно. Любопытно иногда впадаются, конечно, варианты, но не более, чем то, что я делаю в данный момент. смотрю, что получается и все больше и больше нравится. нет, ореха тоже красивая древесина. Ясенка мне очень нравится. Ну, в принципе, у каждого дерева свои приятные моменты попадаются. И то, что происходит в данный момент, меня все больше и больше радует. Да, приятно. Приятно выходит. Так, ну, а сейчас предстоит все это дело перевернуть и дальше продолжать. Честно говоря, последнее не менее сколько выбили из колеи. Вот приезд, Машки, Роски, Генки. перипетии, которые были связаны с делами по дому у себя и у скворечника. Не знаю, какая-то нагрузка. Но вот сейчас работая с деревом, просто-напросто расслабляешься, как бы входишь колею. Нет, речь идет собственно о том, что приезд родных это всегда счастье. Но когда они уезжают, настолько неприятно становится, что приходится каким-то образом вгонять себя в нормальный статус. Ну ладно, будем продолжать вгонять. Вот это все-то надо перевернуть и следует выключить телефон, а для того совсем попрощаться. Раз собаки на веранде, что-нибудь затеяли, не знаю. Но как бы то ни было, мы увидимся, я надеюсь, завтра. Надеюсь отдохнуть и снова продолжать рассказывать про деревенское бытие и его прелести, невзгоды и какие-то перипетии. Но как без этого? Жизнь и жизнь. И надо со всем этим мириться. Ну что ж, здоровья, удачи! До свидания!